Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале экзегет продолжаем читать Исайю, 46 глава. Единственная тема этой небольшой главы – падение Вавилона. Пророк говорит о том, что Вавилон, покоривший себе всю Переднюю Азию, весь Ближний Восток, он пал. С этого, собственно говоря, и начинается глава. Пал Вил Низвергса Нево. Вил или Бел, которого вавилоняне почитали божеством небес. Нево – это у вавилонян было божество мудрости, дающее человеку мудрость. Отождествляли с планетой Меркурием. И вот они пали, эти божества вавилонские, и вместе с ними пал сам этот город Вавилон. Ну, оплакиваться падение Вавилона, Бавеля, будет в следующей главе в 47 стихе. А здесь падение Вавилона, падение в руки персов и медиан, описывается через падение Вилла и Нево, Белла и Нево, божества вавилонских. В советской народной этимологии вот этот самый Вилл, здесь упоминаемый, еще в других местах упоминается священное описание, по народной этимологии верующих советских времен, это был Владимир Ильич Ленин. Они считали, что это аббревиатура и означает Владимира Ильича Ленина. Вот вилл. Ну, на самом деле, наверное, это не так. Хотя, кто знает, ведь Григорий Великий, сказал когда-то, великий интерпретатор священного писания, Папа Римский Григорий Двоеслов, он сказал, «Дивина аллоквия кумлиджента крескунт». Божественные словеса, они растут вместе с читающим их. И вот здесь происходит это самое приращение смыслов, и мы, читатели священного писания, невольно прибавляем что-то к священному писанию. Не в том смысле, что кто прибавит и убавит, тому Господь на того язву наложит. Нет, конечно, мы ничего, не приписываем писанию. Но само писание, по мысли Григория, оно растет, растет, оно увеличивается за счет читателей. Присутствие читателя очень важно, не только писателя, но и читателя. Такое вот, сделаю небольшую ремарку. По-аккадски Нево — это Набу, Вавилонское божество, как я уже сказал, божество мудрости. Вилл — это Белл, это небесное божество, повелитель неба в представлениях вавилонян. Второй и третий стихи. Вот говорят, здесь вавилоняне подвергаются критике из-за их идолопоклонства. Низверглись, пали вместе. А, я еще первый стих не дочитал. «На скоте, на вьючных животных, ваша ноша сделай с бременем для усталых животных». Вот их истуканы. Истуканы их, истуканы вавилонян. Они погружены на телеги, на вьючных животных водружены для того, чтобы их тащить, видимо, куда-то убегая. Беженцы бегут или, может быть, их в плен уводят. Вот они тащат за собой своих идолов. Здесь такая насмешка над ними, над идолопоклонниками. Если Израиль, у которого уже нет идолов, его самого Господь носит на руках, то здесь эти несчастные вавилоняне своих божеств на руках носят, которые их ничуть не могут защитить. Низверглись, пали вместе, вот эти самые Вилл и Белл и Нево, эти божества не могут защитить носивших. Никогда тебя не защитят боги, кумиры, идолы, которых ты носишь на руках. Очевидно. Это было очевидно для них тогда, вот полторы тысячи лет, две с половиной тысячи лет тому назад. Но в наше время это еще не для всех, к сожалению, очевидно. Люди до сих пор часто носят идолов своих на руках, думая, что эти идолы, носимые ими на руках, могут их защитить. Не зверглись, пали вместе, не могут защитить носивших и сами пошли в плен. Идолы идут в плен, отправляются. А Израиль, свободный от идолов, возвращается из плена. Его Господь как бы на руках своих выносит из этого плена. «Послушайте меня, дом Иаковлев, и весь остаток дома Израилева, принятые мною от чрева, носимые мною от утробы, утробы материнской. Господь носит Израиля на руках, как родитель носит дитя свое». А эти идолопоклонники, они свои поделки на руках носят, своих богов. Вот здесь, в этих стихах, во втором и третьем, показывается вся жалость и ничтожность этих божеств, этих идолов, которым поклоняются вилоняне, по сравнению с истинным богом Израиля. Четвертый стих. «И до старости вашей я тот же буду», продолжает обращаться Господь к своему народу. «И до седины вашей я же буду носить вас». «Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». Полная защита, полная безопасность. Не нужны идолы, сам Господь защищает свой народ. Да и армия не нужна, по большому счету. Если Господь за нас, кто против нас? «Кому уподобите меня?» Пятый стих. «И с кем сравните, с кем сличите, чтобы мы были сходны? Господа не с кем уподобить. Ни с одним из божеств, которым поклоняются люди, Бога сравнивать нельзя». Высыпают, дальше типичная для второго раздела книги Исаи, насмешка над теми, кто изготавливает идолов. «Высыпают золото из кошелька, весят серебро на весах и нанимают серебряника, чтобы он сделал из него Бога, кланяются ему и повергаются перед ним, перед этим изделием. Поднимают его на плечи, несут его, ставят его на свое место. Он стоит, с места своего не двигается. Кричат к нему, он не отвечает, не спасает от беды». Но когда беда наступает, его заворачивают они в свои богатые тряпки, ковры, водружают на своих ослов или в телегу вместе с посудой и тащат куда-то, как об этом говорилось несколько стихов выше. «Вспомните это и покажите себя мужами, примите это отступники к сердцу». Израиль, вернувшись из долгого вавилонского плена, уже не был идолопоклонническим народом. Да, раньше такие искушения были у него, создавали люди, народ Божий, создавали себе идолов, кумиров, часто впадали в отступление от Бога. Апостасия, ваализм, ханонизация истинной веры. Всего этого уже нет, судя по дошедшим до нас данным, и библейским, и внебиблейским. Всего этого уже не было в Израиле в персидскую эпоху. Когда Израиль вернулся, отстроил Иерусалим, отстроил храм заново, наладилась жизнь, мы уже не встречаем упоминаний об этом великом искушении, искушении долопоклонством. Вот этот плен, он был таким противоядием против этой заразы, заразы долопоклонства. Иммунитет выработался, пользуясь современным, всем понятным языком, иммунитет выработался, как к этой ковидле. Все никак не может выработаться у человечества иммунитет, а вот против долопоклонства у Израиля выработался иммунитет во время Вавилонского плена. Дальше продолжаем читать. Девятый стих. «Их вспомните прежде бывшие от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне». Какие раньше великие знамения и чудеса Господь совершил с Израилем, показав всю свою силу, всю свою власть, все свое могущество, защиту свою явив. Это проявилось и в исходе из Египта, и во многих других исторических событиях. Израиль должен помнить об этом, никогда не забывать, чтобы вновь не вернуться к прежним своим грехам, прежним своим искушениям. Нельзя золотым тельцам и прочим идолам поклоняться, только Богу единому истинному. Поклоняться нужно и можно. «Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Все делает Господь. Без Его воли и без Его действия в этом мире не совершается ничего. Даже и волос с головы вашей не упадет, скажет позднее в Новом Завете Господь Иисус. Без воли Божьей не упадет даже волос человеческий. «Я воззвал орла от востока, из дальней страны, исполнителя определения моего». Здесь уподобляется орлу Нешер, персидский царь Кир II, кореш, так точнее звучит его имя. Он исполняет божественные определения. Он захватывает Вавилон, наступает персидская эпоха, он издает эдикт, отпускающий на волю остаток израильского народа. И он здесь уподобляется орлу, сравнивается с этой могущественной птицей, которая хищная птица, которая очень сильная, могущественная, и охотится. Вот так этот самый Кир, персы, медийцы, они покорили все народы, как орел захватывать свою добычу, и они также захватили. «Я сказал и приведу это в исполнение, предначертал и сделаю рукою Кира». Господь совершает, иногда его действия сокрыты, но исторически, духовным взором, если смотреть, пророческим взглядом, взглядом сквозь призму божественного слова, очевидно, что в этом проявляется божественная воля и его божье определение в тех действиях, которые совершает этот самый Кир, персидский царь. «Послушайте меня, жестокие сердцем, далекие от правды». И те, кто в народе Божьем, в народе израильском, не до конца прилагают сердце к делам Божьим, ну и, конечно же, и дололопоклонники, в основном в этих главах критика идолопоклоннических народов, далеких от правды. «Я приблизил правду мою, она недалеко, и спасение мое не замедлит. Я дам Сиону спасение, Израилю славу мою». Цион, гора, Божья гора, гора в Иерусалиме, часто ее отождествляют с Храмовой горой, не всегда это отождествление, очевидно. Светлана Бабкина, Светлана, кажется, ее зовут Бабкина, современная отечественная исследовательница, посвятила этому ряд своих статей и докладов о локализации горы Сион в Иерусалиме. С Храмовой горой не всегда это отождествляется, этот самый Сион. Ну, Сион здесь метанемия, Иерусалим. И вот, «Дам Сиону спасение, то есть, израильскому народу, Иерусалиму, остаткам израильского народа, возвращающимся из плена в Иерусалим, изгнанников Сиона, узников Сиона, им Господь дает спасение». В чем это спасение выражается? В том, что они возвращаются из плена для того, чтобы совершить Богу служение на горе Божьей, чтобы отстроить храм и служить, поклоняться единому истинному Богу, будучи народом свободным и духовно, и физически свободным от уз, и от порабощения другими народами, и духовно, морально свободным, свободным от греха. От греха, прежде всего, и дало поклонство. Для избавления от этого греха, для осознания этого греха, Израилю и нужен был долгий вавилонский плен. И слава Израиля проявится в его народе, она наполнит Иерусалимский храм и будет сопровождать израильский народ во всей его дальнейшей истории. Так заканчивается эта 46-я глава книги Исаии. Запись сделана для библейского портала Экзегет.